Дорожная карта области Жители нескольких районов жалуются на плохую экологию и резкие неприятные запахи. Горожан приглашают на космический забег 12 апреля. Об этих и других новостях более подробно далее в выпуске. В Рио губернатора Оренбургской области Денис Паслер планирует пересмотреть дорожную карту области с возможным последующим изменением. Об этом он сообщил на встрече с участниками конкурса «Лидеры России». Во время разговора Денис Паслер поинтересовался у гостей, какие вопросы, по их мнению, заслуживают внимания в регионе. Один из присутствующих спросил о транзитных трассах в области, которые находятся не в лучшем состоянии. Денис Паслер, отвечая, затронул тему нового шелкового пути и сказал, что принятые годом ранее дорожные карты в скором времени будут пересматривать. Нормативное состояние дорог еще существенно увеличить, потому что я с вами согласен. Конечно, есть хорошая дорога, будет транзит, будут какие-то распределения, еще что-то, еще что-то. Мудрость процентов, конечно же, будет рассматриваться в истории, связанные с производством, которые будут наполнены. Также на встрече Дениса Паслера еще раз спросили о команде, будет ли он проводить чистку. На что он ответил, что каждому будет предоставлен шанс проявить себя и на каждого будет смотреть индивидуально. В Ясным детям незаконно запретили приносить еду в школу. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Коллективную жалобу написали родители учеников. В ходе проверки было установлено, что директор школы номер два и классный руководитель пятого класса запретили переносить еду ученикам. Загонодательством такие меры не предусмотрены, тем самым были нарушены права детей. По результатам проверки внесено представление начальнику отдела образования округа. Жители сразу нескольких сел Ташлинского района вот уже два года жалуются на регулярные выбросы серого водорода. В деревне жители говорят, что еще пару лет и поселки вымрут в прямом и переносном смысле. В чем причина травли людей, расскажет Алексей Чернов. В 2017 году жизнь жителей Ташлинского района и в частности сел Лугового и Бородинска поменялась на до и после. Обычная сельская жизнь с чистым воздухом, природой сменилась постоянной головной болью в прямом и переносном смысле. Между деревнями появились первые вышки, качающие нефть. На первый взгляд это должно было дать людям новые рабочие места. Компания, проводящая разработку, реализовывает социальные объекты на территориях. Но один за одним, по словам жителей, пошли выбросы серого водорода, которые за два года стали до ужаса привычными местным. Обострились болезни, люди начали умирать чаще, чем до этого, говорят в селах. Выброс был, в тот раз я в МЧС когда поднял, здесь такие головные боли были, глаза дергало, щипало, тут невозможно было продохнуть. Звонил в МЧС, вот приехали тогда они, бегали, трубы проверяют. Как всегда, как что, значит газ что-то. Ну какой газ, что же мы, идиоты? Не понимаем, серого водорода воняет или газом, правильно? Я позвонила, в час ночи звонит мне другая пенсионерка, Мищенко Татьяна Николаевна. Ты как? Я говорю, меня рвет, а у нас, говорит, кровь из носа с мужем идет. Вот такие у нас случаи. На нашей улице еще очень много детей. Писали неоднократно, жаловались, собирались в клубе. Изменений никаких. Я в школе работаю, и вот у нас были такие случаи, когда выбросы были, допустим, накануне вечером, либо ночью. Приезжают, вызывают, значит, сюда, сделают замеры. Ничего они не показывают, эти замеры. А утром мы приходим в школу, открываем школу, так как она закрыта была, окна были открыты. И вечером вот этот запах неприятный сохраняется в учебном учреждении на утро. Мы вынуждены проветривать всю школу. У меня вот только муж умер от этого запаха. У него давление. Как они сюда пришли, у него давление. Он так-то инсультник был. А я сейчас вообще не выносим. И внучка тоже страдает с давлением. Вот девочка 35 лет у нас. У нее давление резко поднимается от этого запаха, и все, она падает. Ее родители уже не оставляют мать одну. То, что нельзя никак. Сама она страдает тоже, и девочка вот эта вот страдает у нас она. Разработкой месторождения занимается компания «Сладковско-Заречная». По некоторым данным, ежедневно из Ташлинского района уезжает около 150 фур, груженных нефтью. Местные жители писали очень много жалоб в различные инстанции. Прокуратура, например, нашла нарушение. Зафиксировано больше 50 источников выбросов и зарегистрированных 12. За подобное в 2018-м «Сладковско-Заречное» оштрафовали на 415 тысяч рублей. Но, по мнению жителей, сильно эта компания не напугала. Жители собирали подписи, но их предупредили, что этого делать не нужно. Сказали, что собирали подписи и куда-то отправляли. Так. Можете сказать, куда? Нет, не могу. По какой причине? Ну, вы знаете, пожить хочется. Хорошо. Правда, прямо говорю, пожить хочется. Вам угрожали? Предупреждали. Не только мне. Поначалу. Ну, конечно, как вот говорить, я действительно побаиваюсь говорить. Они же как, люди у нас начинают, они им автобус бесплатный сунули, у нас люди обрадовались, рот закрыли. Как начинает кипиш что-нибудь поднимать, они раз, что-нибудь. Вот грейдер построили, обрадовались, тишина. Хотя они обязаны были сделать для себя, а мы, говорит, вам дорогу построили. Вы не нам, вы для себя. Вы должны были приехать, сделать, пробуриться, допустим, засыпку сделать, построить дорогу и возить нефть. Правильно? Помочь людям взялись в общественные организации «Нацпромэкология». Вместе с ними мы приехали в село. Они взяли несколько проб воды, чтобы отвезти на экспертизу, записали жалобы жителей и намерены писать запросы в различные органы, прямо или косвенно связанных с ситуацией. Вопрос нужно решать кардинально и притом немедленно, потому что те, кто владеет этим месторождением, кто занимается его разработкой, им на людей абсолютно наплевать. Все, что не делается, делается только ради прибыли. На человеческие жизни здесь никто внимания не обращает. Люди спокойно говорят о смертях, которые происходят здесь, о болезнях, которые вызывают распространение этого серводорода в том числе. То есть люди уже свыклись с тем, что они медленно умирают. Вот это самое пугает, что люди понимают, что они просто пушечное мясо, которое должно умереть и освободить территорию своего проживания для последующей разработки и наживы компании «Сладковско-Заречная». Самое интересное совпадение, что в день поездки в село с руководителем компании встречался временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер, о чем говорится на официальном сайте правительства. В статье указаны объемы инвестиций компании в бюджет, направленных на социальные объекты и экологию. Но про жителей ни слова. Мы решили спросить у самого Дениса Паслера, знакома ли ему ситуация и возможно ли на нее повлиять. Знаю, первые сигналы у меня уже прошли. Вчера у меня руководство компании, именно той, которую вы называли «Связь на быт». Вот во всей этой истории, конечно же, первоочередные для нас это наши жители и наши граждане. Вот то, о чем мы поговорили, что они в ближайшее время должны настроить и перенастроить систему, соответственно, мониторинга. И более того, мы, скорее всего, соответственно, эти датчики, эти оборудования, эти показатели, соответственно, заберем еще и для себя. Чтобы она была в два, три сошло, чтобы мы могли не только от них получать данные через какое-то время, в онлайн-режиме для себя. Пока у компании, правительства и иных надзорных органов есть планы ситуацию исправить, как говорят местные жители, деревни продолжают вымирать в прямом и переносном смысле. По неподтвержденной информации, сейчас на территории Ташлинского района около 60 вышек, но уже в этом году их количество хотят увеличить в разы. А деревни Бородинска, Луговое – лишь частные случаи. В районе еще много населенных пунктов, где запах сероводорода жители выучили наизусть, в том числе и райцентр. Алексей Чернов, Максим Морарик, городской телеканал ЮТВ. Стоит отметить, что это не единственный случай в регионе. На резкий неприятный запах жалуются и жители Переволодского. По словам активиста Михаила Малышева, он распространяется от мусорного полигона и представляет опасность для здоровья жителей. Жители Переволодского не первый год жалуются на ухудшающуюся экологическую ситуацию в районе. Сначала тяжбы в борьбе за чистый воздух активисты ввели с ООО «Триумф», которая в результате обращений была привлечена к административной ответственности. По словам активистов, сейчас к загрязнению воздуха присоединилась еще одна компания. Тяжба у нас идет порядка двух лет. Занимались работой по ООО «Триумф», которая занимается перевалкой нефти. В сентябре прошлого года, 2018 года, мы обнаружили, что к выбросам присоединилась еще и ООО «Велес», который располагается примерно в трех километрах к юго-западу от поселка. Там находится по факту шламохранилище, куда сводится нефтешлам. Там, как нам известно, с большей части Оренбургской области. На данный момент на видео уже видно, лежат горы вот этого бурового шлама. Просто по примерным моим подсчетам получается. Где-то, наверное, гектаров 9, ну, может быть, чуть-чуть поменьше. Площадь там полностью завалена буровым шламом. Это не просто земляр, где там, либо глина. Первое видео я снимал в ноябре. Жители попросили, говорит, ну, смотри, как там вот машины ездят. Машины увозили именно буровый шлам. Системные замеры состава выбросов вредных веществ не проводят. Поэтому определить, кто из компаний виноват в плохой экологической ситуации в Перволодском невозможно. Превышение ПДК в поселке в 2019 году зафиксировано не было, несмотря на постоянные обращения жителей. Сегодня вот у нас был утром запах достаточно сильный на 4 поселка, потому что был штиль. А сероводород, газ тяжелый, он, соответственно, накопился у нас в центре поселка. Запах свелеса отличается от запаха триумфа. Там присутствуют другие вещества. Я неоднократно отравлялся этими запахами. Начинает кружиться голова, ощущается привкус. Ну, а то, как болели мы прошлую зиму, это вообще словами не передать, как болели дети. Мы обратились в ООО «Триумф» и ООО «Велес» за комментарием по поводу выбросов вредных веществ. В компании «Велес» свою причастность опровергают. И даже администрация Перволодского дала по деятельности компании комментарии. Ежедневно делаем замеры сами. У нас нет выбросов, превышающих предельно допустимых. В этом можно убедиться, приехав к нашему коллегону. Запах заболовки везде отсутствует. Я могу сам съездить сенсативной группой жителей. Это показать и доказать это. ООО «Велес» согласно целевому назначению земельного участка осуществляет свою деятельность по захоронению отходов. Самосвалы с буровым шламом заезжают на территорию арендуемого земельного участка ООО «Велес». И там его выгружают для дальнейшей переработки. В итоге буровой шлам перерабатывается органическими бактериями и становится нейтральным в плане безопасности. В ООО «Триумф» от комментариев отказались. Администрация Перволодского района бездействует. Внятного ответа, по словам активистов, от компании добиться не получилось. Жители поселка отчаялись от долгой тяжбы в борьбе за чистый воздух. Поэтому организуют митинг 18 апреля. Изменится ли экологическая ситуация, пока не ясно. Наша редакция будет следить за развитием событий. Анастасия Клёсова, Фёдор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. С 1 апреля по 1 мая в Оренбурге пройдёт месячник по благоустройству и озеленению города. В северном и южных округах уже начались традиционные работы по проведению города в порядок. Работы, связанные с уборкой смёта на магистральных улицах, помывка бордюрного камня, санитарной зоны, которая заасфальтирована либо в плитке, помывка тротуаров, покраской и помывкой различных малых архитектурных форм, дорожных отбойников. Планируется в месячнике привлечь более 500 предприятий, всех форм собственности, более 15 тысяч человек, 88 учреждений образовательных, около 13 тысяч учащихся. В Оренбурге планируется высадить более 10 тысяч деревьев, кустарников и цветов. Приживаемость деревьев – одна из приоритетных задач. Сейчас только 65% растений приживаются. По словам представителей администрации, на это влияет нерегулярный полив из-за отсутствия технической возможности. Другой момент, по которому мы пошли технологически. Почему именно питомник? Для того, чтобы сформировать крупномерные деревья, у которых развита корневая система, ниже точки просыхания. О чем это говорит? У таких деревьев приживаемость достигает порядка 90-98%. Возможно и изменения. Вместо футбольного мяча на улице Терешкова запланирована новая фигура, которую пока держат в секрете. Также оренбуржцев призвали помочь в благоустройстве города и выйти на субботники, которые пройдут 12, 19 и 26 апреля. 12 апреля в Оренбурге отметят День космонавтики. Горожан приглашают на космический забег и другие праздничные мероприятия. Но вот посетить музей-квартиру Гагарина по-прежнему не будет возможности. Мемориальный музей-квартиру Юрия и Валентины Гагарина их открыли в 2001 году по адресу улица Чечерина, дом 35. В 2016 году здание музея признали аварийным. В марте мэрия Оренбурга разместила на портале госзакупки объявление об аукционе, где речь идет о реставрации этого здания. Заказчиком услуг выступает музей истории Оренбурга. Максимальная цена лота составила 3 миллиона 800 тысяч рублей. Но торги пришлось приостановить. Мы перенесли, то есть выдали предписание о том, чтобы ремонт музея города Оренбурга внесли изменения в аукционную документацию. Здесь они указали, что им бруски для ремонта должны быть длиной 6 миллиметров. Вы понимаете, что такого не может быть. И если потом придет какой-нибудь стройнадзор и скажет, у вас в контракте прописано тех заданий, в котором у вас бруски 6 миллиметров, покажите нам такие бруски. Все экспонаты музея квартиры Гагарина, а их около 360, были переданы на хранение в фонды Музея истории Оренбурга. Ко дню же космонавтики готовят космический забег. Любой желающий сможет зарегистрироваться и принять участие в забеге длиной 1400 метров. Сбор участников состоится 12 апреля в 10.00 у памятника Чекалову. Завершится массовый забег на площади Атриум. В 12.00 там же состоится награждение победителей и праздничный концерт. Планируется, что участниками акции станут более тысячи представителей молодежного сообщества. Более подробную информацию читайте на нашем сайте utv.ru Оренбург. Валерия Шарова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или через мобильное приложение UFANET TV. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 09388. С вами была Валерия Шарова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин